Среди победителей президентской премии в области качества Алтын-Сапа ведущие компании при Урале. С участием главы региона Галии Скалиева в областном Акимате прошел коллективный просмотр вручения престижной награды Алтын-Сапа и Парусь. Какие предприятия были признаны лучшими в нашем следующем материале? Вручение премии президента Республики Казахстана Алтын-Сапа за достижение в области качества ключевое событие года. Для участия в этом престижном конкурсе от нашей области было подано 9 заявок. Пять компаний были рекомендованы для дальнейшего участия на республиканском уровне. Это ТМК Каструпром, товарищ с ограниченной ответственностью Кублей, Аксалом Групп, Батыс, Мунайгас, Жабдахтаре, Крестьянское хозяйство, Сергазиев. Лучшим предприятием, выпускающим товары для населения, в этом году стало Кублей. Ауральская торгово-промышленная компания, лауреат премии Парыс за деловое совершенство. Это очень большая награда и для нас это большой новый стимул развиваться дальше. Это не первая награда. В 2014 году мы получали премию Парыс, в 2017 году мы получали премию Искер, в 2018 году премию Алтын-Сапа, в 2019 году премию Парыс и премию СНГ. И вот в 2021 году получили премию деловое совершенство. В номинации «Лучшее предприятие производственного назначения» награждена компания «Батыс, Мунайгас, Жабдахтары». Премия Алтын-Сапа – это знак высочайшего качества для казахстанских предприятий. Для определения победителей эксперты работают с компаниями целый год, проверяют документы, дают оценку предприятиям и выпускаемой продукции. Ну, традиционно у нас, можно сказать, около 10-12 заявок. Также у нас, кроме Алтын-Сапа, как только что было, у нас уральская торгово-промышленная компания, как вы заметили, выиграла отдельный приз – это деловое совершенство. Также у нас участвовали, я еще хотел бы отметить, номинации «Проектный менеджмент». У нас участвовали такие компании, как «Уральский трансформаторный завод» и наши университеты также участвовали в «Проектном менеджменте». Глава государства в режиме видеоконференц-связи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премии «Алтын-Сапа» и «Парос». Казамжи Мартукаев отметил, что за 15-летнюю историю проведения конкурса более 150 компаний стали обладателями президентской премии. Символично и то, что торжественная церемония этого года совпала с юбилеем независимости. За 30 лет были созданы все условия для развития бизнеса, разработаны беспрецедентные меры господдержки. В данный момент оказывается всесторонная поддержка предпринимателям. Это, как озвучил глава государства, до 2022 года продлили поддержку предпринимательства по линии экономикой простых вещей. Также микрокредитование проводится и субсидирование процентной ставки в рамках госпрограмм дорожной карты бизнеса 2025 и других программ, сейчас реализуются программы. Уральская торговая промышлая компания была оказана поддержка в рамках дорожной карты бизнеса 2025. Кроме того, данной компанией в этом году реализуется проект по переработке вторичных сырья. Туок рублей тоже пользуется поддержкой государства в рамках субсидирования процентной ставки и получения микрокредитов. Высшая награда конкурса «Гран-при» среди субъектов крупного бизнеса присуждена компанией «Крачаганак Петролиум Оперейтинг», добившейся наиболее высоких результатов в работе реализации принципов корпоративной и социально-экологической ответственности. Альбина Кумаргалеева, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.